Зеркалом здоровья Директор клиники ЮДЕНТ, врач-терапевт-ортодонт Афанасьева Юлия Викторовна Здравствуйте Спасибо, что пришли Юлия Викторовна, наверное, правильно говорить не только о здоровье зубов, но и о комплексном здоровье и лечении зубов Да, совершенно верно Понятие комплексной стоматологии, комплексное лечение в стоматологии выходит далеко за пределы зубочелюстной системы Совсем недавно стоматологи решали такие проблемы, как боль в области зубов, замещение дефектов зубных рядов и боль в области височно-нижнечелюстного сустава На данный момент стоматология сделала большой рывок вперед И мы помогаем пациентам с такими жалобами, как головные боли, боли в спине, шеи, ночной бруксизм, стираемость зубов, головокружение, а не менее пальчиков рук И это возможно с помощью нового направления в стоматологии, которое достаточно стремительно развивается, это нейромышечная стоматология Это очень интересно, мы привыкли, что зубы это что-то отдельное, идем к врачу, лечим какой-то конкретный зуб Оказывается, все в организме взаимосвязано, для меня это удивительно А какие задачи ставит перед собой нейромышечная стоматология? Основные задачи нейромышечной стоматологии, проще говоря, это выставить нижнюю челюсть в правильное положение, в зону комфорта В организме все симметрично, и чем более симметрично расположена правая и левая сторона, тем более гармоничнее чувствует себя человек Например, зрение у нас бинокулярно, слух тоже симметрично должен воспринимать сигналы из окружающего мира Это же и касается вестибулярная система При нарушении симметрии организм старается с помощью адаптационных процессов выставить гармонию для того, чтобы для сохранения прямохождения и полноценного поступления кислорода в организм То есть обеспечения жизненно важных функций А у многих людей челюсть смещена нижняя? Идеально симметричных людей не бывает Если вы встретите такого человека, вам покажется, что что-то не так Хотя придраться к этому человеку будет невозможно То есть полной симметрии не бывает фактически Но организм имеет очень сильные адаптационные механизмы Основное, чтобы человек чувствовал себя здоровым А почему вообще происходит смещение челюсти? Какие основные причины? Смещение челюсти могут быть различными Это может сформироваться как в процессе развития человека с момента рождения Так и приобретенные Неадекватное стоматологическое лечение Когда вовремя пациенты не обращаются к стоматологу И не придавая этому особое значение Конечно, среди детей нужно особое внимание уделять наличию родовых травм Которым не придавали в свое время особое значение В результате родовых травм происходит смещение не только челюсти, но и костей черепа То есть этими задачами должен заниматься уступат самого раннего возраста Что касается приобретенных изменений смещения нижней челюсти Особое внимание нужно уделять своевременному и качественному стоматологическому лечению Небольшое завышение реставрации либо пломб приводит к незначительному смещению нижней челюсти В результате идет гипертонус мышц, который вызывает напряжение не только в зубочелюстной системе, но и в шее Ну вот какие первые признаки гипертонуса мышц? Что это такое вообще? Наверное, не все телезрители представляют, и я вот в том числе Эти признаки первоначально не вызывают каких-то проявлений, жалоб В полости рта это можно обнаружить как сколы, реставрации, коронок То есть очень часто мы наблюдаем, один и тот же доктор делает одни и те же работы Но у одних все держится замечательно, хорошо фиксируются мосты, коронки Очень длительно держится реставрация зубов, у других идут частые сколы Это говорит о том, что идет гипертонус мышц Появляются кленовидные дефекты, это убыль тканей зубов при шеечной области Это не кариес, это компенсаторный механизм организма на чрезмерную нагрузку, которая вызывает гипертонус мышц И пациенты такие обращаются уже с такими жалобами, как повышенную чувствительность Снижение высоты прикуса, которую они уже начинают замечать И даже изменение эстетики в лице То есть существует такое понятие, как поплыл овал лица То есть даже к нам направляют косметологи, чтобы сначала мы решили эти проблемы А потом они уже обращались по поводу непосредственно косметологии То есть даже внешне уже становится Да, конечно, это внешне И внешне отмечается асимметрия в лице Вот я знаю, что в вашей клинике есть аппарат, который позволяет расслабить мышцы лица Расскажите, пожалуйста, поподробнее С помощью аппарата Miatronic Stens мы позволяем мышцам расслабиться с помощью выведения продуктов метаболизма токсинов Здесь поступает сверхнизкая частота Это сверхнизкая миостимуляция, которая безвредна для организма И позволяет расслабить мышцы, вывести продукты метаболизма Мышцы приходят в зону, в физиологическую длину И позволяют нижние челюсти занять зону комфорта Это то положение нижней челюсти, которое идеально и комфортно для всего организма Поскольку мышцы зубочелюстной системы связаны с мышцей шеи Таким образом и в шее происходит освобождение от блоков и расслабление Вы говорите, что для здоровья это безвредно, а по ощущениям как? Что пациент испытывает в момент этой процедуры? По ощущениям пациенты сначала в небольшом шоке, что идет такое подергивание А потом они расслабляются и даже засыпают Да, даже такое бывает? Да, то есть сначала они удивляются, как это можно так заснуть А потом подходишь их и будешь через час Здорово Юлия Викторовна, в продолжении темы предлагаю посмотреть сюжет, который мы подготовили А потом вернемся в студию Улыбка – самый простой способ выглядеть лучше Только порой ослепительной улыбки не достичь без помощи профессионалов Раз в полгода необходимо непременно посещать специалиста Ведь порой от здоровья полости рта зависит состояние всего организма К примеру, заболевания парадонта опасны не только возможной потерей зубов Они могут привести к болезням сердца и сосудов Зубной камень – это, по сути, инфекция, которая вызывает общее снижение иммунитета Проблемы парадонта возникают из-за плохой гигиены полости рта, патологии прикуса, плохо изготовленных коронок и пломб Не допустить печальных последствий несложно Во-первых, нужно пройти обследование терапевта, ортодонта, парадонтолога В принципе, это смежные специальности и все врачи могут выявить эту проблему Найти такого врача, который обратит внимание не только на зубы, но и на другие проблемы Камень, отсутствие зубов, неправильное положение зубов Лечение врач назначит в зависимости от тяжести заболевания Кому-то будет достаточно профчистки, в некоторых случаях может понадобиться лечение антибиотиками Современная стоматология позволяет любому пациенту иметь здоровую улыбку Причем достигается это комплексным подходом Начав лечить зубы, можно избавиться от головных болей, щелчков в суставах, шума в ушах и даже снижения зрения Которые возникают из-за смещения нижней челюсти и гиперспазма мышц В клинике «Ебдент» используется передовой аппарат «Миомонитор» Под его действием происходит расслабление мышц После процедуры пациент чувствует себя, как после хорошего массажа Мышцы расслабляются, уже ощущение комфорта идет И после процедуры лучше и лучше У меня до этого были главные боли А потом, после курса лечения, у меня все восстановилось Я чувствую себя лучше, комфортно Расслабленные мышцы выводят нижнюю челюсть в зону комфорта Это подготовительный этап для дальнейшего лечения Если у нас хотя бы отсутствует один зуб Какие у нас могут быть последствия? Рядом стоящие зубы Вот этот и вот этот Они могут наклоняться вот так вот Если у нас нет, предположим, антагонистов То есть это зубы противоположной челюсти Зубы могут либо выдвигаться вверх Это если нижние зубы А если верхние, то выдвигаться тоже вниз В сторону отсутствующих зубов У нас получается нагрузка идет зубов одной челюсти Одной стороны Пригружать парадонт Что ведет к чему? Либо зубы стираются Из-за деформации высочно-нижечелюстного сустава Соответственно, у нас пациенты приходят с болями в голове, шеи и все остальное Современные технологии лечения и протезирования зубов Позволяют решить практически все проблемы полости рта Важно вовремя обратиться к специалисту и найти своего врача Для которого основной приоритет – здоровье пациента Юлия Викторовна, давайте еще раз расскажем Каким образом происходит закрепление положения нижней челюсти После того, как мы вывели челюсть в зону комфорта Мы ее должны закрепить Для этого мы изготавливаем такой съемный кап Называется артотик Который фиксирует нижние челюсти в зоне комфорта Поскольку мы меняем прикус И без артотика все может вернуться назад Это индивидуальное приспособление Которое изготавливается и высчитывается непосредственно для каждого пациента А то устройство удобное? Поначалу это не особо удобно для пациента Естественно, это инородное тело Но со временем, когда мышцы расслабляются В течение 3 месяцев Пациентам дискомфортно без артотика Происходит ли сотрудничество с другими специалистами Ваших врачей, стоматологов? Да, несомненно Мы плотно сотрудничаем с мануальными терапевтами С остеопатами Так как работая в одной области Мы должны поправить и весь организм в целом Если представить организм как картину пазлов То есть смещая в одной зоне Мы восстанавливаем Мы должны восстановить организм и в других системах Этим занимаются остеопаты Специальными тестами мы определяем Кто первый должен начать лечение Либо мануальной терапии остеопаты Либо стоматологи И только после этого начинаем лечение Мне кажется, это важно После проведенного курса нейромышечной стоматологии Эстетический результат намного лучше Если не применять методику нейромышечной стоматологии Потому что мы затрагиваем все области И добиваемся более лучших и комфортных результатов А кто в основном к вам в клинику приходит? У кого у вас требована эта услуга? Расслабление мышц, полная реконструкция зубов, я имею в виду Непосредственно с такими жалобами Естественно приходят пациенты от мануальщиков От остеопатов или от других специалистов Так как население мало еще информировано в этой области Поэтому необходимо подача информации людям Чтобы население было более грамотно И при появлении таких признаков Обращались не только к терапевтам И к мануалам, но и к стоматологам Чтобы люди придавали большее значение Зубо-челюстной системе И изменилось понятие Если не болит, то ладно Ну вот на самом деле я от вас первый раз услышала Вот были у меня в гостях стоматологи Но вот эту тему нейромышечной стоматологии Вот затрагивали в первый раз Но давайте для тех телезрителей, которые, может быть, не услышали Резюмируем кратко Нейромышечная стоматология, что это? Нейромышечная стоматология Это особый отдел стоматологии Который рассматривает зубо-челюстную систему в целом И позволяет достичь не только функционального эстетического результата Но и здоровья организма в целом Юлия Викторовна, спасибо, что пришли Ответили на вопросы Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Спасибо большое Желаем вам удачи в вашей работе С вами прощаюсь Всего доброго Не болейте С праздником вас Редактор субтитров А.Семкин